Их называют роскошные, великолепные, но в то же время они простые и неприхотливые. Нежная лилия, аристократичный гладиолус, пышная гортензия, статный георгин. Сад с ними приобретает сказочный вид, радуя разноцветными красками и утонченными ароматами. Они царят в саду, ничуть не уступая по изысканности королеве Розе. Как превратить свой сад в цветочное царство с буйством красок, форм и ароматов, расскажем в цикле «Царица сада». Здравствуйте! Меня зовут Юлия Морозова, и сегодня я вам хочу рассказать о своих климатизах. Моя коллекция еще совсем небольшая и достаточно молодая, но я уже успела понять, что климатизы не так сложны в уходе, как об этом говорят. И на основе своих проб и ошибок хочу вот вам рассказать и показать, что я с климатизами делаю и как они у меня растут. Юлия Морозова – агроном. Стаж садоводства – 20 лет. Локация – Истринский район, 87 километров Новорижского шоссе. Мы начинаем знакомство с ближайшего родственника климатиза – это княжек. В данном случае княжек альпийский. И сразу же пойдем по порядку, потому что обычно самое сложное для начинающего цветовода, который первый раз купил климатиз – это какая-то неведомая группа обрезки. Как-то по-особому все виды климатиза надо обрезать. Вот княжики – это первая группа обрезки. Что это значит? Это значит, что лиана – просто мечта садовода. Ее обрезать не надо вообще. То есть вот ты ее посадил с определенными правилами, о которых мы с вами немножко попозже поговорим. Она начинает свое развитие. Весной цветет на многолетних побегах. В мае у тебя уже получается шикарный кустик, увитый весь цветами. Потом дает боковые побеги этого года развития. И по осени, посмотрите, на молодых уже побегах цветет еще раз отдельными цветочками. У княжиков пониклые ширококолокольчатые цветки, состоящие из четырех-восьми ярких чашелистиков. В первую волну цветения цветков так много, что сосчитать их невозможно. Зацветают они очень рано, в мае. А некоторые виды сорта повторно цветут в августе и сентябре на побегах текущего года. Княжики практически ничем не поражаются. Прекрасно зимуют, то есть зимостойкость сто процентов. И вот с помощью них можно создавать такие оригинальные композиции, когда на какую-то корягу, на засохшее дерево и, в общем-то, даже на живое дерево. Вы можете пустить лиану княжика, и они между собой вполне прекрасно будут существовать. Дерево ваше будет украшаться весной пушистыми цветами княжика. А когда цветок отцветет, на нем образуются такие симпатичные пушистые шарики и одуванчики, которые тоже украшают растения в течение сезона. Давайте разбираться с клематисами второй группы обрезки. Это так называемые крупноцветковые клематисы, гибридные красивые сорта. Что же такое это вторая группа обрезки? Это значит, что чтобы цветок был максимально красивый, нам надо сохранить ну хотя бы полтора метра побега. Сохранить его зимой. Если у нас это получается, мы весной получаем бонус. На этой полутораметровой палке у нас отрастают боковые побеги, и вот на этих побегах у нас формируется особо красивый цветок. В зависимости от сорта он может быть или сильно махровый, или особо крупный. Но эти цветы распускаются где-то в июне месяце в нашем клемате. И вот задача садовода их получить. Клематисы второй группы обрезки считаются самыми эффектными с точки зрения декоративных качеств. В то же время это одна из самых прихотливых группировок в плане посадки и ухода. Растут они значительно медленнее, дожидаться эффектного цветения придется долго. Лишь через пять лет можно увидеть небольшое, но достаточное количество соцветий, которое будет расти с каждым годом. Зато их внешний вид будет настолько роскошен, что все труды окупятся восхищением. Вот крупноцветковый клематис Доктор Рупель. Достаточно уже старый, зарекомендовавший себя сорт, с крупными двухцветными цветами. И вы видите, какое обильное было цветение полумахровых, крупных, полосатых, симпатичных цветов. Потому что удалось сохранить вот эти самые побеги первого года. Сейчас, когда цветение в июне уже закончилось, клематис готовится ко второму цветению. Вот набираются побеги второго порядка, на которых цветы будут уже не такие крупные и такие махровые. Тем не менее, если погода будет нам благоприятствовать, они у нас будут цвести. Как я придумала, чтобы удобно было эти растения сохранять зимой, я делаю две сетки. Одну сетку делаю до метра высотой, и вторая сетка пластиковая у меня уже идет до самого верха. Мне хочется, чтобы рано или поздно Лиана клематиса закрыла эту веранду, чтобы здесь появилась тень. И вот, когда приходит время прощания с клематисами осеннее время, мы уезжаем с дачи, и перед этим я просто обрезаю клематис по нижней сетке. Обрезала, сетку сняла и положила ее на землю и укрыла. Сейчас вот очень хорошо эту сетку будет видно на более молодом клематисе, миссис Джекман, к которому мы сейчас с вами перейдем. Это один из самых старых европейских сортов. Создала его в 1873 году селекционер Георг Джекман из Англии. Элегантные белоснежные цветы с кофейными тычинками. Чувствуется, что их автор женщина. Гармоничная форма цветка, округлые лепестки, общее ощущение такой вот какой-то достаточно строгой дамы в белом костюме. Миссис Джекман, она у меня вот такая. И вот как раз здесь видно две составляющие его сетки. Сетка номер 1, совсем невысокая, которая помогает клематису в первое время карабкаться вверх. А вот начинается совсем рядом сетка номер 2. Что касается предпочтения солнца или не солнца, то в общем-то клематис любят быть освещенным где-то полдня. То есть ему подходит как восточная локация, так и западная локация. И еще один клематис второй группы обрезки цветет у Юлии. Это халцидон. Своё название он получил из-за отдаленного сходства с полудрагоценным камнем. Обычно вырастает высотой 2,5-4 метра. Но четырехметровым он бывает только в регионах с продолжительным теплым летом. Цветет халцидон на побегах прошлого года в мае-июне и повторно на побегах текущего в сентябре. Окраска чашелистиков и стаминодий своеобразна. От бело-голубой у основания и сиреневой ближе к наружному краю. Средняя полоса и кончик могут быть также зеленоватыми. Полумахровый на цветах второго порядка и махровый в начале цветения, если удается опять же сохранить вот эту вот полутораметровую лиану. В этом году у меня это не получилось, лиана не сохранилась и поэтому клематис отрос от земли еще очень невысоко. Да, в общем-то, он еще молоденький, ему всего-навсего 4 года. И вот чтобы мне все-таки получить южную стену и закрыть веранду от южного солнышка, я к клематису добавила однолетние вьющиеся растения. В этом году мой выбор пал на ипомею. Она мне нравится своей крупной, такой вот черепитчатой листвой, то есть ее крупные листья закрывают от солнца все, что надо от солнышка закрыть. Тут главное не переусердствовать. Главное посадить на одно растение клематиса одно-два растения ипомея, иначе она будет себя вести как сорняк и вытеснять клематис. И, наконец, третья группа обрезки. Ее представляет у меня клематис краковяк. Как его мои маленькие родственники назвали краковяк до крыши здоровяк. Сорт без сюрпризов, надежный, обильно цветущий, средне-позднего срока цветения. Зацветает не самый первый, долго раскачивается, но зато потом будет весь усыпан цветами. Смотрите, какое это мощное хорошее растение. То есть его высота где-то около 4 метров. Обрезается он очень просто. То есть когда приходит осень, его просто надо обрезать на 10-15 сантиметров от земли и утеплить. Но представьте себе, вот всю вот эту массу, то есть практически 4 метра, он должен набрать где-то месяца за полтора. Вот пришло тепло, у него корни оттаяли, он начинает отрастать. И после этого, после вот набирания вот этой массы, он еще и должен зацвести. И теперь представьте себе, как вы должны кормить это растение, чтобы оно ни в чем не испытывало нужды. Клематис очень любит удобрения. То есть его надо подкармливать где-то раз в две недели, чередуя между собой органические и минеральные удобрения. Причем ему подкормка подходит только в жидком виде. Кроме удобрений, клематис нуждается в обильном поливе. На взрослое растение подкорни раз в неделю выливают два ведра воды. В жаркую погоду поливают дважды в неделю. Профессиональный ландшафтный дизайнер предлагает разнообразить свой сад цветами, которые не только украсят любую зону загородного участка, но и будут полезны в хозяйстве. Сегодняшний рассказ для тех, кто любит огороды, кто очень хочет, чтобы вся земля была занята до сантиметра. Выращивать хочется и огурцы, и помидоры, и морковку, петрушку, укроп, тыквы, кабачки, патиссоны, физалис. И при этом, как ни странно, хочется иметь цветы, цветник, чтобы были яркие цветы, чтобы радовало глаз. Что же делать? Да, вот кажется, что все уже затыкано, что просто нет даже сантиметра, чтобы посадить. Однако для таких любителей сегодняшний совет. Вот то, что вы видите сейчас, на самом деле это тыквенник с физалисом, но при этом яркие цветы календулы. Видите, как они украшают такими желтыми, оранжевыми цветами. И даже не скажешь, что вообще-то здесь на заднем плане бахчевые культуры. Что я делаю с календулой? Я ее собираю. Можно рвать, не бояться. Ей от этого только лучше, так как календула тут же сформирует новые цветы. Вот видите, то, что я оборвать не успела, оно тут же превратилось в семена. Ну, как бы пусть остаются, так как они сами осеменятся в следующем году. Зато вот эти молодые бутоны, после того, как я оборву цветочки, распустятся, и здесь все время будет такая яркая, прекрасная картина. Что же делать с календулой? Для тех, кто не знает. Вот сейчас готова показать конечный продукт. Этот пакет, он здесь совсем не случайно стоял. Вот смотрите, эта календула уже в сушеном виде. Вот как раз это и есть заготовка для чая. И буквально по одному-два цветочка можно бросить на чайничек. А если чайник еще и стеклянный, они раскрываются как экзотические хоризонтемы. Вот при заполнении кипятком и получается такой очень красивый, очень вкусный, насыщенный, солнечный напиток. Поэтому я всячески рекомендую использовать правильно каждый сантиметр полезной площади. Мы сегодня с вами будем разбираться, каким молочком подкармливать клематисы и куда, какое молочко применять. Клематисы вообще это растение горное. Не зря же вот прямо в названии княжек альпийский. Клематис горный, монтана красиво называется. А в горах почва имеет щелочную щелочную реакцию, в отличие от наших подмосковных почв, которые в большинстве своей имеют слабокислую реакцию. И чтобы его подружить с нашими подмосковными почвами, мы должны сделать некоторую хитрость. А именно взять измолотый известняк, который называется известковая мука или доломитовая мука, и внести непосредственно в корневую систему клематиса. Таким образом наша подмосковная почва раскислится и клематис сможет использовать те питательные вещества, которые мы ему даем. Это делается один раз за сезон, ранней весной, когда вы свои клематисы и зимовки подняли, или осенью. И вот сейчас мы с вами возьмем 100 грамм доломитовой муки, разведем ее водой. 5-10 литров воды. И вот оно получилось, наше известковое молоко. Вот именно этим молоком надо подкормить корневую систему клематиса. Пойдемте осчастливим княжек. А вот молочная сыворотка нам поможет в борьбе с болезнями клематиса. Мы делаем такой раствор. 1 литр молочной сыворотки, 10 литров воды, 1 миллилитр йода и где-то столовая ложка жидкого мыла. Мы берем несколько капель йода. Буквально вот много не надо, потому что много йода это тоже нехорошо. 3 капельки хватит. Добавляем жидкого мыла. А жидкое мыло является прилипателем. Добавили и разводим всю эту красоту водой. Литр рабочего раствора получили. Выливаем его в опрыскиватель и идем бороться с мучнистой клематиса. Вот мы обработали сейчас его молочной сывороткой с йодом. А чтобы клематис у нас не болел, мы не должны его загущать между собой. Для этого расстояние между кустами должно быть где-то от 70 сантиметров до одного метра. И клематис не должен попадать в зону стекания осадков. То есть, хоть он воду и любит, когда его часто поливают, но при этом замокание корней и постоянного нахождения воды в зоне корней клематис не выносят вообще. Поэтому надо внимательно следить, чтобы на клематис тока с крыши не было. Добрый день! С вами флорист Наталья Земская. Сегодня у нас с вами непростая задача поставить в букет те растения, которые в общем-то для этого не предназначены. Клематис удивительная лиана. Они поражают воображение каждого, кто с ними хоть раз встретился. И, конечно, хочется и дома создать с ними что-то такое нежное, воздушное и интересное. Обрезая лианы, мы с вами сталкиваемся с вот таким вот неопрятным кустом в руках. Но я предлагаю не бояться этого, а попробовать преобразовать. Убрать все то, что засохло и все те листья, которые уже не приносят какой-то необыкновенной красоты. Режьте нещадно и помните о том, что японцы со своим искусством экибана вас бы за это похвалили. Ну вот у нас с вами получилось вот такое вот более аккуратное создание. Посмотрите, мы его установим в вазу и добавим к нему еще веток. Вот смотрите, этот клематис еще сохранил один из своих прекрасных сиреневых цветов. Наша задача сделать так, чтобы этот цветок не облетел, пока мы убираем лишнее. Кстати говоря, вот эти вот пушистые метелочки, которые вы здесь видите, это семенные коробочки. Они украшают сад практически всю зиму. Такие они стойкие, несмотря на кажущуюся нежность. Ветки создадут нам тот каркас, на котором как раз и будет держаться все наше сооружение. И еще один цветок драгоценный. У него, вы видите, совсем нежная плеть и, конечно, сам по себе он стоять не сможет. Поэтому мы с вами изобретем ему подпорку. Возьмем вот такой гладиолус, подходящий по цвету, и вот эту плеть, проследив, чтобы она достала до воды, облокотим на гладиолус. Здесь, казалось бы, и так достаточно много разнообразной фактуры. Но, тем не менее, я считаю, что вот эти георгины настолько идеально вписываются сюда по цвету, что мы попробуем их тоже использовать. Согласитесь, эти ажурные листья и метелки создают не только объем, но и такое настроение. И вот у нас с вами создан букет для поддержки драгоценного цветка клематиса. Я не думаю, что он простоит в вазе очень долго, но эти несколько дней он вас, несомненно, порадует. Осенняя подкормка клематисов – это совершенно отдельная статья. Осенью мы уже не должны применять азотные удобрения. Азот – это элемент роста. И в данный момент он клематису не нужен от слова «совсем». Мало того, лишний азот у клематиса как раз вызывает поражение грибными заболеваниями. И сейчас, чтобы нам азота избежать, вот в это время – август, начало сентября – мы должны клематис подкормить строго фосфорно-калийными удобрениями. Если у нас нет ни суперфосфата, ни сернокислого калия, мы можем просто взять обыкновенную печную золу. Но это должна быть зола от древесных каких-то растений, от березы лучше всего, или от сжигания подсолнечника, от сжигания какого-то там пырея, травы, зола, богатая калием. А ни в коем случае нельзя брать золу от сжигания бытового мусора или какой-то полиграфической продукции, потому что мы клематису не подкормку тогда сделаем, а лишнее отравление. Золу мы можем несколькими методами разводить. Мы можем ее развести в ведре воды, настоять пару деньков или неделю, чтобы все питательные вещества из золы вышли в воду. А сейчас по осени мы сделаем такую подкормку. Мы смешаем золу и песок и высыпем это в зону корневой шейки клематиса, чтобы не только подкормить растения, но и разрыхлить почву и добавить питательные вещества. Вот, добавила. Один стакан золы – это где-то 100 грамм. Вот у меня грамм 200. Я тут сейчас не по весу смотрю, а просто по количеству смеси. Зола – песок, ничего проще не придумаешь. Вот такую мы получили рыхлую, хорошую смесь, которая со временем, когда уже снеговые талые воды наш клематис получит, все вещества отсюда очень прекрасненько перейдут в почву. Еще что можно сделать, чтобы клематису с нами было совсем хорошо? Есть растения лекари, в том числе тагетос. Тагетос полезно даже высаживать в корневую систему прямо непосредственно клематиса на лето, чтобы он защищал корни клематиса от нематоды, потому что это очень опасно. Растения, пораженные нематодой, следует выкопать и убрать с участка и сжечь вообще. Но у меня тут в концепцию в этом году тагетос не вписался, у меня тут другие растения цвели, поэтому, как каждый год я делаю, я просто беру тагетос из тех мест, где у меня прекрасненько растет, ломаю его вот так вот и укладываю к корням клематиса. И корневую шейку я засыплю вот этой нашей полученной смесью. Надеюсь, мне удалось вас убедить, что клематисы не такое уж прихотливое растение, заразить вас своей любовью к этому растению, ну и напоследок сказать, что сажайте клематисы, сажайте там, где вам кажется, что они вас украсят и ваш сад украсят. И ничего не опасайтесь, во всем можно разобраться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!